Наталья живет недалеко от приемного пункта. Это уже четвертый визит за сегодняшний день. Старые газеты и пустые бутылки обнаружила во время генеральной уборки в кладовке. Думала выбросить, но соседи рассказали про новую услугу ЖКХ. Решила воспользоваться. 30 килограмм, помноженное на 0,10. Получается 3 рубля. Вы хотите сдать счет коммунальных услуг? Да. Хорошо. Специальный договор, квитанция. Теперь этот платеж поступит в расчет на кассовый центр. Сумму за вторсырье зачислят на лицевой счет потребителей. И уже в следующем месяце вместо прежних 50 рублей за коммунальные услуги, женщина увидит в жировке более скромную цифру. Ну вот сейчас я сдала на 3 рубля. Это уже какая-то помощь. За месяц я наношу на 20 рублей. Это уже ощутимо на моем бюджете семейном. Воспользоваться новой услугой может любой желающий. Избавиться от мусора с выгодой горожан призывают с помощью объявлений на подъездах и в районной газете. Реакция мгновенная. На сегодняшний день коммунальщики уже заключили более 40 договоров. И нам выгодно, и людям это удобно. Дома не мешает что-то лишнее. Приносят и для себя свои гады, и для нас. И мы, получается, не прогадали. Оплатить коммунальные услуги вторсырье можно двумя способами. В стационарных пунктах приема их по городу три. И прямо на домок тем, у кого бутылок и макулатуры скопилось более 50 килограммов, приезжает машина. Достаточно просто позвонить в ЖКХ. Пацан помогал. Он собирал коробки, всякие там свои мелочи, все. Он там старые книжки говорит, давай сдадим. Будет все-таки польза. Каждый приемный пункт заготавливает в среднем 300 килограммов отходов за два дня. Затем мусор тщательно сортируют и отдают на переработку специализированным предприятиям. Выручка идет в том числе на погашение задолженностей потребителей перед коммунальным предприятием. Тарифы с 1 января выросли как на воду, так и на водоотведение. Понятно, что нагрузка на население ложится. То, что наблюдается система неплатежей небольшая, но это всегда так и было. В принципе, население не всегда своевременно платит. И поэтому вот этим способом, методом, который на сегодняшний момент мы пытаемся внедрить, мы будем стараться, чтобы максимально увеличить сбор коммунальных платежей. С учетом растущей активности населения, местный райисполком рассчитывает уже к лету увеличить сбор вторичных ресурсов сразу на 15%. Если городской эксперимент окажется успешным, коммунальщики установят приемные пункты по всему Рогачевскому району. Максим Ючерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область.